В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главных событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В день вынесения приговора по делу Серика Ахметова около сотни людей более четырех часов простояли на улице возле здания суда. За вечер пришлось два раза вызывать скорую помощь, а потом врачи остались дежурить. Подали в обморк и подсудимые, и их родственники. В минувшую пятницу был завершён судебный процесс по делу Серика Ахметова. Собравшихся у здания суда долго не пускали вовнутрь. Когда сотрудники антикоррупционного ведомства заводили Серика Ахметова, охрана начала освобождать проход, расталкивая толпу. Ограждение второго этажа не выдержало и сломалось. С уровня более двух метров упали люди. Более четырёх часов ожидания на улице. Около восьми часов вечера начали запускать адвокатов, сотрудников СМИ. А после – родственников и знакомых подсудимых. В абсолютной тишине все слушали вынесение приговора. Я медмедулы признают в виловом в совершении преступления, предусмотренных статьями 176, часть 4 пункта Б, 310, часть 3, 307, часть 3, 310, 1, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить ему наказание по статье 176, часть 4 пункта Б Уголовного кодекса в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества следователя. Когда осуждённых стали выводить из зала суда, в комнате онлайн-трансляции, был слышен плач родственников осуждённых. Женщины падали в обморок. Приговорённые успевали сказать лишь пару слов напоследок. Экс-акиму Карагандинской области Бауржану Абдишеву суд назначил наказание в виде пяти лет тюрьмы. Экс-акиму Караганды Мейраму Смогулову и бывшему заместителю Акима Карагандинской области Габиту Мухамбетову суд назначил наказание в виде трёх лет колонии общего режима. Вы согласны с решением суда? С решением не согласны. Абсолютно. Действия Хабиева нету со справа преступления. Мы это в суде доказали. Абсолютно отсутствует ущерб. При таком положении невозможно было вынести обвинительный приговор. Следовало только его оправдать. Всё, спасибо. Адвокаты намерены обжаловать решение суда и готовят апелляцию. Лариса Хусейнова, Жаслан Кулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Отопительный сезон, состояние цен на товары и перспективы, карты индустриализации обсудили в областном Акимате. Глава региона призвал чиновников не расслабляться. Все три вопроса требуют постоянного контроля. Подробности далее. Со слов докладчиков, нареканий на качество прохождения отопительного сезона в текущем году меньше, чем в прошлом. Ситуация в Карагандинском регионе стабильная. Запасов топлива достаточно. На ТЭЦ работают 40 котлов и ещё 10 находятся в резерве. С начала сезона в единую диспетчерскую службу поступило 106 жалоб. Что на 103 обращений меньше по сравнению с прошлым отопительным сезоном. Из них по теплоснабжению 54 обращения, в прошлом году 152. По водоснабжению 17, в прошлом году 21 обращение. По электроснабжению 35, в прошлом году 36 обращений. Цены на продовольственные товары выросли на 12%. Подорожали мука, лапша, сыр, подсолнечное масло, окорочка, капуста и свёкла. Непродовольственные товары выросли в цене на 16%. Также подскочили тарифы на некоторые услуги. Глава региона остался недоволен услышанным. Выработайте меры, за счёт чего будем приводить чувство это. А то получается так. Овощи выращиваем, пшеницу выращиваем, муку сами молим. Проекты делаем тут, и макароны все, и так далее. А доходит до потребителя, всё это исчезает куда-то. За текущий год было реализовано 94 проекта и созданы 11 тысяч рабочих мест. Новые предприятия стартовали благодаря карте индустриализации. В более 20 из них были привлечены иностранные инвесторы. Также в следующем году будут запущены ещё 10 бизнес-идей на 100 миллиардов тенге. Предполагается открытие 800 рабочих вакансий. В области в рамках карты индустриализации в 2015 году планировался запуск 10 инвест-проектов. На сегодняшнюю дату уже запущено 9 проектов. На общую сумму около 18,6 миллиардов тенге инвестиций. И создано порядка 637 новых рабочих мест. Из них три проекта – это проекты агропромышленного комплекса, а остальные проекты – это проекты обрабатывающей промышленности. Глава региона поручил чиновникам изменить подход к реализации программы карты индустриализации. Со слов Акима области, нужно активнее продвигать перспективные проекты. Также, чтобы предотвратить возможные аварии на теплоисточниках, он предложил организовать круглосуточное дежурство должностных лиц в праздничные дни. В городе Каражал запущено новое производство по переработке боритовых руд. Запуск предприятия «Каражал Оперейтинг» состоялся с участием главы государства через телемост. В новый объект вложено свыше 6 миллиардов тенге. Создано 100 рабочих мест. Объем продукции будет составлять 200 тысяч тонн в год. «Каражал Оперейтинг» будет заниматься производством боритового концентрата. В запуске предприятия приняли участие президент страны и Аким Областью Нурмухамбет Абдебеков. Инвестором стал американец Джо Тейлор. Бизнесмен также является партнером крупной транснациональной компании мира «Халли Бёртон». «Оперейтинг» – это произведение искусства. Завод построен по современным технологиям. Боритовый концентрат – отличный утяжелитель. «Мы надеемся на большие объемы продукции». Трудиться на заводе, со слов учредителей, будут исключительно каражальцы. 70% готовой продукции планируется экспортировать в Россию, Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В инвесторе выступает международная компания американских сэкспертов, известная нефтемная сэксперта. Боритовый концентрат очень расстреливает нефтедобычу и возрастающие объемы нефтедобычи в Казахстане требует увеличения объемных производств. Глава государства Нурсултан Азербайев отметил значимость данного предприятия. Со слов президента, импорт боритового концентрата за рубеж принесет в Казахстан дополнительные доходы. Аймамрина Арман Нартаев – первый карагандинский. В 2017 году плату за проезд в общественном транспорте будут взимать не контролеры, а валидаторы. Устройства, предназначенные для электронного обелечивания, установят все автопарки. Об этом и многих других нововведениях рассказал Аким города Нурлан Аубакиров молодежи шахтерской столицы на встрече в неформальной обстановке. Встреча городоначальника с молодыми активистами прошла в дружественной обстановке. Собравшиеся задавали интересующие их вопросы. Один из них коснулся электронного обелечивания. Нурлан Аубакиров отметил преимущество валидаторов. С его слов, эти устройства позволят увидеть реальную картину пассажиропотока в общественном транспорте. Оплата за проезд будет осуществляться не кондуктором, а в специальный аппарат. В 2017 году мы эту систему в городе Карагандеев внедрим, однозначно внедрим. Потому что она нужна. Она нужна и для вас. Тогда и улучшится и качество обслуживания. То, что подняли тариф, качество, оно частично пошло вверх. Но не то, что мы ожидали. Ряд вопросов касался казахстанского содержания и экологических проблем нашего региона. Особенно молодежь интересовал вопрос раздельного сбора мусора в городе. Как стало известно, Акимат Караганды станет одним из первых применять эту практику. Наш городской Акимат станет первым Акиматом в республике Казахстан, который перейдет на разделе сбора мусора. Это большая честь для нас всех. Нурлан Аубакиров поделился своими мечтами. Глава города рассказал о том, что не мог определиться в профессии до девятого класса. Со слов Нурлана Аубакирова, любая профессия заслуживает почета. Важно не то, кем ты стал, а как ты исполняешь свои служебные обязанности. В завершении встречи глава города наградила отличившуюся молодежь. Успешные представители разных сфер деятельности получили премии Даррен. Молодой анестезиолог Максат Жарлгапов удостоился номинации «Врач года». Когда я еще учился в УЗИ, я уже примерно планировал выбор специальностей. И выбор в отрасли специальности, в какой имени. Кардиохирургия на сегодняшний день одна из самых, скажем, продвинутых, высокотехнологичных направлений в медицине. В аналогичных номинациях были награждены молодые преподаватели, спортсмены, рабочие и военные. Аймамрина Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Сельхозтоваропроизводители приехали из восьми районов области, чтобы порадовать горожан широким ассортиментом и низкими ценами на продукты. Пять сельскохозяйственных ярмарок провели в районах города в честь Дня независимости Казахстана. В Караганде продолжается работа по сдерживанию роста цен на продукты питания первой необходимости. У пенсионерки Марии Поповой муж инвалид. Раньше ей приходилось одной далеко ездить за продуктами. В силу своего возраста женщине это давалось тяжело. Теперь сельхозярмарка находится около дома. Жители города выразили свою признательность Акимату Карагандинской области. За то, что у них есть возможность закупить продукты на зиму и к приближающимся праздникам. Акиму спасибо за то, что организовывает такую ярмарку. Мы рядом живем, у меня муж инвалид, мне далеко ездить тоже тяжело. Поэтому я благодарна и президенту, и Акиму, всем за то, что мы вот так вот здесь вот, и цены здесь пониже. Нам очень удобно. Спасибо большое. Товаропроизводители Ишетского района рады не меньше покупателей. У них есть возможность продавать свое мясо без посредников. Свою продукцию привозят уже в пятый раз. Они всегда активные участники ярмарок. Мы привезли две туши говядины, пять туш баранины. Но ярмарка сегодня очень прошла хорошо. Мы всегда желаем, чтобы всегда вот такие ярмарки проводили, потому что нам очень выгодно хорошо продавать свою продукцию сразу в руки населения. Представители Абайского района привезли шесть тонн картошки и столько же других овощей. У трех груженных машин выстроилась большая очередь. Каждый хотел закупить натуральных и свежих овощей на холодную зиму. Цена у нас 50 тенге на картошку, 55 тенге капуста и по 50 тенге свекла и лук. В какой раз приезжаете сюда? Мы приезжаем каждую субботу сюда и со всех сельских округов приезжают сюда продавать овощи наши сельхостроенные производители. На ярмарке было реализовано 17 тонн мясной продукции, молочной продукции – более 2,5 тонн, картофеля и плода овощной – 36 тонн, яиц – 172 тысячи штук, рыбной продукции – 3 тонны. Всего с начала текущего года проведена 31 ярмарка. Реализована продукции более чем на 900 миллионов тенге, в том числе местными товаропроизводителями города – более 210 миллионов тенге. Лариса Хусейнова, Ужас Габасов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Сотрудники Международного научно-производственного холдинга «Фитохимия» будут проводить тестирование лекарственных препаратов в Пакистане. Университет, Карачи и Карагандинский институт заключили меморандум о научно-техническом сотрудничестве. Это позволит проводить обмен опытом и будет способствовать притоку инвестиций, отмечают ученые шахтерской столицы. На встрече побывали наши корреспонденты. Карагандинский научно-производственный холдинг «Фитохимия» посетил директор Международного центра химических и биологических наук Университета Карачи профессор Мухаммад Игбал Чоудхари. Посещение фармацевтического завода произвело на иностранного гостя приятное впечатление. Впервые он приезжал в шахтерскую столицу в 1999 году. С тех пор много что изменилось в лучшую сторону, поделился профессор. Я потрясён уровнем научной подготовки специалистов. Процесс лабораторного исследования передаётся сразу на завод, где выпускают лекарства. Я доволен заключённым меморандумом. Это шанс сделать научный прорыв для всех. В честь приезда иностранного профессора был организован семинар. Его участники обсудили перспективные направления по исследованию химического состава растений Казахстана. Также они рассмотрели возможности получения совместных научно-исследовательских грантов, обмен специалистами, стажировки и обучения сотрудников холдинга «Фитохимия» в Международном центре в Пакистане. Из Казахстана более 40 молодых учёных обучаются в центре профессора Мухаммад Игбала. И мы надеемся, что такое сотрудничество будет продолжено. Во-вторых, привлекает интерес, конечно, изучение эндемичных растений Казахстана. Вы знаете, что флора Казахстана богата эндемичными растениями. Визит профессора Мухаммад Игбал Чудхари дал результаты. Карагандинский холдинг «Фитохимия» получил возможность для вступления в постоянный комитет по наукам и технологиям исламских государств КАМСТЭК, который выделяет гранты для исследовательских работ. Аймам Ринажа Сулама Кулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В преддверии Дня независимости трём карагандинцам были присвоены звания почётный гражданин города. Среди награждённых два ветерана Великой Отечественной войны и ветеран угольной промышленности. Самому старшему Абушахману Бекбалакову исполняется 103 года. Дома у Абушахмы Бекбалакова царила праздничная атмосфера. Аким города Нурлан Аубакиров лично пришёл вручить ветерану медаль почётный гражданин Караганды. И мы вместе с депутатским корпусом секретарём Маслихатов, приехав домой, поздравляем. Я думаю, что это признание его заслуг от всех карагандинцев. Мы признаём его заслуги и поздравляем его как раз в преддверии нашего главного праздника – Дня независимости Республики Казахстан. Хочу пожелать нашему ветерану крепкого здоровья, долгих лет жизни и как можно дольше находиться в наших рядах, потому что его опыт, его знания, они ещё служат для нас большим ориентиром. Бекбалаков Абушахма родился в 1913 году. В 1941-м ушёл на фронт. Дважды был ранен. После демобилизации решил поступить в медицинское училище. Работал фельдшером в военном госпитале. В мирное время около 50 лет проработал в угольной промышленности. В конце 90-х годов работал машинистом подземного электровоза. Абушахма Бекбалаков награждён Орденом Славы и Курмет. Я очень рад получить такую медаль. Благодарю президента нашей страны. Спасибо и Акиму Караганды. Для меня большая честь получить звание почётного гражданина. Желаю нашему государству дальнейшего процветания и мирного неба над головой. На сегодняшний день Абушахма Бекбалаков удостоен звания ветерана труда и первого строителя города. 5 января дедушке исполнится ни много ни мало, а целых 103 года. Внуки с гордостью произносят имя деды и обещают быть достойными, продолжительными его делом. Асель Сазымбаева и Сламбеку Спан Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Программу развития Карагандинской области на 2016-2018 годы обсудили на 15-й очередной сессии областного Маслихата. На повестке дня были и слушания по итогам уходящего года и утверждения комплексных планов развития Карагандинской области на перспективу. Перед началом работы сессии группу депутатов областного Маслихата за большой вклад в развитие Карагандинской области наградили званием «Почетный депутат». Затем сессия приступила к работе. О том, как будет складываться областной бюджет на ближайшие три года, депутатам доложила руководитель областного управления экономики Ольга Чернявская. Первое – это аккумулирование средств в резерве Акимата, что позволит оперативно принимать меры реагирования при экономике и благоприятных экономических и социальных условиях. Второе – это изменение доходной части и расходной части бюджета в связи с корректировкой процентов отчислений по регулируемым налогам между областным бюджетом и бюджетами районов и городов. И перераспределение средств, направленных на решение отдельных социально значимых вопросов. Новый бюджетный год, как полагают депутаты, должен быть экономным. Но, несмотря на это, разрабатываются проекты развития Карагандинской области на 2016-2020 годы. Всего рассмотрели шесть основных направлений. Это экономика, социальная сфера, экология, развитие инженерной инфраструктуры, безопасность, правопорядок, а также государственные услуги. Будут развиваться и моногорода. На протяжении длительного периода Карагандинский регион входит в лидирующую четверку среди других областей страны по объему валового продукта. В области реализуется план мероприятий по сдерживанию инфляционных процессов. Проводятся ежегодные акции «Зеленый караван». Заключаются меморандумы с сельхозпроизводителями. Проводятся сельские ярмарки. Создан региональный стабилизационный фонд продовольственных товаров. Также на совещании затронули вопросы, касающиеся работы Маслихата на протяжении 2015 года. В отчетном году постоянными комиссиями областного Маслихата было проведено 23 заседания, где были рассмотрены более 100 вопросов. Постоянные комиссии регулярно отчитывались о проделанной работе на сессиях. Областной Маслихат работает в тесном взаимодействии с аппаратами Акима области, областными управлениями, городами и районами Маслихатами, общественной организацией, политическими партиями и населением области. Основной формой деятельности областного Маслихата является сессия. За отчеты здесь в 1915 году проведено 9 сессий областного Маслихата, в том числе 5 внеочередных. На них расформировано 106 вопросов, в том числе 38 основных вопросов. На рассмотрение включили также вопросы развития малого и среднего бизнеса, улучшения экологии и аграрной проблемы Карагантинской области. Было принято решение унесения изменений в решение 24 сессии областного Маслихата об избрании новых составов окружных избирательных комиссий по выборам депутатов городского областного Маслихата. По всем вопросам сессии были приняты соответствующие решения. Сергей Высокосов, Улжас Габасов, Арман Нартаев, 1-й Карагантинский. Единство сделает нас сильнее, напомнили депутаты городского Маслихата. А также отметили, в недавнем послании президента Казахстана подчеркивается зрелость нашей страны и призыв готовности граждан пережить непростые времена. Народные избранники успели проанализировать ноябрьское послание президента Назарбаева, обсудить его совместно и в своих коллективах. Все пункты нового программного документа накануне государственного праздника депутаты изложили в свете предстоящего дня независимости Республики Казахстан. Сергей Высокосов расскажет подробнее. Недавнее послание президента Назарбаева народу Казахстана, которое стало юбилейным, 20-м, начиная с 1997 года, слушали всей страной. Как станем двигаться дальше, интересует каждого мыслящего казахстанца. Депутаты городского Маслихата успели обсудить новый программный документ в своих коллективах на собрании городского актива и со своими избирателями. В пяти основных пунктах послания уместилось масштабные меры, которые могут преодолеть нам непростые времена. И в реализации хода этих программ активно участие принимает депутата Коранецкого городского Маслихата. Конечно, те пять шагов, которые он обозначил, они очень правильные, но, видимо, самое главное, чтобы каждый из нас на местах проникся этой ответственностью и сделал все для того, чтобы данные шаги превратить в жизнь. Почему? Потому что нам сейчас необходимы новые рабочие кадры, будут открываться рабочие места. По своим последним посланиям президент, например, озвучил многие очень важные вопросы, касающиеся кризисных явлений мировой политики, мировой экономики, которые касаются, конечно, не Казахстана. Но пути выхода достаточно четко озвучены. Например, очень большое внимание на получение человеческого капитала, переход на бесплатное персонально-техническое образование и проблемы ЖКХ, строительство, программы наружел. Все это должно подействовать на благо каждого гражданина нашей республики. Поэтому и в послании видели, что ни один из отраслей не остался без внимания, особенно экономика. Это понятно, почему сильная экономика, сильное государство – это и сильная социальная сторона государства. Вы знаете, в послании было сказано много о социальной защите населения, бюджетных организаций, работников бюджетных организаций и так далее. Деятельность депутата городского масляхата направлена на улучшение жизни граждан в защите законных интересов. И бюджет, который утверждаем в текущем году, на 2016-2018 годы, имеет социальную направленность. То есть адресная социальная политика, которую наш Ильбасы озвучил, будет основным, как говорится, ремотивом в решении социальных проблем. Как депутат, мы сейчас, например, я живу в несколько слов, депутаты, ранее как-то более социальную направленность мы воспринимали, как защита только одной группы населения, скажем. А сейчас, так как общество все-таки состоит из различных структур, и бизнес, и системы власти, и, кажется, уже всякие международные связи идут. Защита интересов и баланс интересов всех сторон, которые задействуют в обществе, это более важно, потому что общество должно развиваться очень гармонично и четко. Поэтому соблюдение баланса интересов при принятии решения, я так думаю, приобретает большую актуальность. В своем послании Ильбасы сделал акцент на три основные момента. Это рост, реформы и развитие. Непростые годы, которые нас ожидают, а идет это время, мы должны консортировать свои усилия на определенные задачи. И задача эта, действительно, надо их не соглашаться с этими трудностями, а преодолевать. Конечно, в первую очередь, это необходимо экономно расходование бюджетных средств, обязательно, первый вопрос. Конкретные программы, которые расписаны будут, значит, на уровне правительства, а потом уже на уровне области города, и их точной реализации. В 2016 году наш независимый Казахстан будет отмечать свое 25-летие. Много это или мало, трудно сказать. Наверное, в масштабе молодого государства это мгновение, это миг. Но за этот миг государство успело встать на ноги, окрепнуть экономический. И сейчас очередной экономический кризис испытывает наше государство на прочность. Поэтому то послание, с которым обратился наш президент, оно лишний раз доказывает о том, что он провидец, что он политический провидец, он знает, что говорит. И все, что он всегда планировал, всегда сбывалось. Поэтому я верю нашему Елбасы, с ним всегда легко, с ним мы пойдем в будущее смело. Не хочется повторяться, говорить слово кризис, это непростые времена. И сегодня хотелось бы, чтобы эти непростые времена мы преодолели сами вместе, в единстве, согласии и понимании, что вместе можно решать все непростые задачи. В преддверии дня независимости послание президента является подтверждением зрелости нашего государства, который определяет основные задачи государства на период 2016-2018 годов. В Караганде, несмотря на экономический режим расходования бюджетных средств, своими силами горожане, предприятия и организации, тем не менее, проведут широкомасштабно один из главных праздников страны. В преддверии дня независимости, который мы отмечаем в 16 июня, на всех площадках города будут стоить торжественные мероприятия, посвященные для того, как и владельцы. Особо отличившиеся руководители предприятий, работники предприятий будут отмечены, проводятся новыми письмами, почетными грамотами, активными города, целями, подателем, закладами, становлением и развитием независимого Казахстана. В преддверии пройдет у нас очень большая научно-практическая конференция в Караганде. Также в Караганде пройдет научно-практическая конференция в библиотеке, в городе будут оформлены тематические выставки, книжные часы, консерваевские чтения пройдет. И мы жители города приглашаем кинуть самую деятельность участия в таких праздничных мероприятиях. От имени депутатов Карагандинского городского масляхата поздравляю всех граждан города Караганды с этим знаменательным днем. Мы в следующем году уже празднуем 25-летие Дня независимости. Это тоже большой праздник, это большое событие для всех казахстанцев. И всем желаем здоровья, благополучия. Сергей Высокосов, Олжас Габбасов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. К другим новостям. Театральные постановки 10 лет. Карагандинский государственный орден дружбы народов, русский драматический театр имени Константина Станиславского, отметил десятилетие спектакля «Деревья умирают стоя» испанского драматурга Алехандро Кассона. В чем причины такого долголетия, выяснял Сергей Высокосов. Актеры и зрители поздравили друг друга с юбилейным спектаклем. Дирекция театра вручила благодарственные письма артистам, которые все эти 10 лет играли спектакль «Деревья умирают стоя». После этой приятной процедуры, как и 10 лет назад, началось представление. А он и такой же. Я ведь точно помню, что... Совершенно верно. Поздравляю. Мы занимаемся благотворительностью группы. У нас об этом только говорили. Целых три месяца. А что о вас говорили? Да, разные. Одни говорили, что это какое-то привидение, что это галлюцинация. Пьеса «Кассона деревьев умирают стоя» была поставлена в Карагандинском театре имени Станиславского алматинским режиссером, заслуженным деятелем Республики Казахстан, лауреатом премии Тарлан Жанатом Хаджиевым. Из первого спектакля постановка завоевала симпатии зрителей. Во-первых, необычная фантазийная идея пьесы. Во-вторых, актерский состав. В спектакле играют ведущие артисты театра, заслуженная артистка Республики Казахстан Нелли Штоколова, заслуженный деятель Казахстана Василий Злобин, Иван Немцев, незаменимая Тельма Федоренко. Постоянно вводится молодежь. Спектакль стал своеобразным плацдармом, на котором проверяется мастерство и шлифуется театральный образ. Искусство театра уникально тем, что каждый спектакль неповторим. Каждый спектакль рождается на глазах зрителя. Как бы сегодня сказали, искусство онлайн. Но мы счастливы от того, что этот спектакль сохранен. Он нами любим. Всеми исполнителями. Я не центральную роль играю, но свою служанку я тоже люблю. И от начала до конца, от самого начала, когда мы работали над этим спектаклем, он нам нравился. Если вы хотите узнать, что такое благотворительность духа, посмотрите спектакль. Если вы хотите почувствовать драму с примесью комедии, посмотрите спектакль. Если вы романтичны по натуре, посмотрите спектакль. Пьеса не устаревает со временем. Наоборот, являет новые грани борьбы добра со злом. Театр не учит, конечно, актеру мы не учим никого. Но есть такие спектакли, в которых можно что-то познать. Вот это тот спектакль, который открывает душу твою, осветляет душу, что ли. Вот радует человека. Но какие-то люди уходят со спектакля просветленными. В свое время работой над ролью бабушки в спектакле «Деревья умирают стоя» гордилась Фаина Раневская. В постановке Караганинского театра имени Станиславского бессомненно главную героиню спектакля играет Нелли Штоколова. В постановке Караганинского театра имени Станиславского бессменно главную героиню спектакля играет Нелли Штоколова. Чтобы уберечь героиню от горя и страданий, организуется целая общественная организация, которая готовит настоящие спектакли для одного зрителя. Правда, не все получается по сценарию. Но сильные духом люди даже в горе не сгибаются. Чистая философия. Невольно задумываешься, как автор смог в стандартной по времени пьесе выдвинуть столь огромное количество идей. Есть и утопические веяния, но позитивный настрой, который дает спектакль, позволяет зрителю надолго сохранить энергию тепла, радости от встречи с большим искусством. Даже 10 лет спустя. Сергей Высокосов, Ужас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. И еще об одном. В Караганде появился мировой бренд общественного питания. Минувшую субботу прошло торжественное открытие сети американских заведений KFC и Herdias. Аким города Нурлана Убакиров оценил качество еды и уровень обслуживания. В Казахстане это 29-й ресторан KFC и 13-й ресторан Hardis. Оба ресторана впервые открыты за пределами Алматы и Астаны. Общая площадь ресторанов составляет 1000 квадратных метров. И в месяц заведение может принимать до 100 тысяч гостей. Мы пришли сюда с днем под пригласительные билеты. Слышали из рекламы, что открывается такой мировой бренд. У нас общественное питание. Очень рады, что в нашем городе открываются новые места. То The Caspian International Restaurants Company представила в нашем городе всемирную известную сеть ресторанов быстрого обслуживания – KFC и Herdias. Аким Карагандын Урлана Убакиров лично проверил качество и вкус еды американских ресторанов и сказал, что как-нибудь придет сюда со своей семьей. КФС – это мировой бренд, представленный на всех континентах. Это 20 тысяч ресторанов. И наше основное правило – это предоставлять сервис мирового уровня, где бы мы ни были. Мы открыли этот ресторан за последнюю неделю. Нас посетило большое число жителей города. Мы получаем очень хорошие отзывы. И мы рады всех видеть во всех наших ресторанах. Многие карагандинцы уже попробовали фастфуд данных ресторанов в Астане и Алматы. Теперь у горожан появилась возможность попробовать продукцию нового заведения общепита в Караганде. Мы стали свидетелями официального открытия мирового бренда KFC и Herdias. Пришел наш город. Действительно, карагандинцы очень много времени ждали. И я считаю, что открытие мировых брендов в нашем городе дает большую уверенность в том, что политика главы государства, руководство области именно направлено на привлечение инвестиций. Это создание новых рабочих мест. Вот, например, сейчас, открыв новый такой ресторан сеть быстрого питания, мы обеспечиваем занятость в том числе и нашего молодого поколения в студентах. Стоило отметить, что открытие ресторанов быстрого обслуживания KFC и Herdias позволило создать около ста рабочих мест в Караганде и обеспечить дополнительный доход в смежных областях. Лариса Хусейнова, Лужас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас будет интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok